Привет! Темой сегодняшнего обзора будет автоматическая трюмная помпа WW07102A. Существует проблема, с которой сталкивается каждый владелец лодки, хранящий ее на лодочной станции. Это накопление воды внутри лодки. Дождь, негерметичный тент, небольшие течи являются причинами появления воды. Последствия могут быть разные. От модальной потери времени на вычерпывание воды до глобальных проблем, связанных с затоплением лодки. Благодаря малому энергопотреблению, высокой пропускной способности, возможности работать в автоматическом режиме и компактному размеру этой помпы, вы сможете избежать этого и быть уверенными в сохранности вашего судна. Давайте рассмотрим ее. Она упакована в блистерную упаковку. В комплекте есть инструкция со схемой подключения. Пропускная способность 69 литров в минуту. Корпус изготовлен из износа устойчивого пластика АБС. Диаметр выходного патрубка 29 мм. Номинальный ток 2,5 А. Потребляемая мощность 30 Вт. Нижняя панель помпы выполняет роль фильтра, защищает турбину от попадания в нее мусора и легко отсоединяется без помощи инструментов. Также на ней расположены 4 монтажных отверстия. В верхней части помпы расположен кабель для подключения к системе питания 12 В. Длина кабеля 75 см. Теперь предлагаю проверить ее в действии. Сейчас мы посмотрим, за какой промежуток времени помпа наполнит водой емкость объемом 19 литров. Начнем. Необходимо отметить, что указанная производителем пропускная способность рассчитана при откачке воды без какого-либо сопротивления. В нашем случае вода поднимается по шлангу приблизительно на 80 см в высоту, поэтому ее производительность будет немного ниже. Обратите внимание, что помпа при работе имеет довольно низкий уровень шума. Также при покупке помпы вам могут понадобиться дополнительные аксессуары, такие как шланг диаметром 20 мм, кабель. И для комфортного использования и быстрого включения помпы можно приобрести двухпозиционный тумблер. Качество помпы подтверждается 12-месячной гарантией. 36 секунд понадобилось помпе, чтобы перекачать 19 литров воды. Особенностью этой помпы является ее принцип автоматики. Она включается каждые 18 секунд. Если воды нет, она мгновенно отключается, а если есть, она ее выкачивает. Вопреки расхожему мнению о том, что она быстро разряжает аккумулятор, есть фактические данные, которые опровергают это утверждение. Потребление энергии этой помпы составляет 0,04 Ампера в час. Соответственно, 100 Амперного аккумулятора хватит на 100 дней беспрерывной работы, без учета саморазряда аккумулятора. В заключении можно сказать, что модель WW0700DA, помимо стандартного применения по откачке воды из лодки на ходу, также отлично подойдет для удаления воды во время стоянки судна на лодочной станции. Если кто-то из вас уже успел приобрести данную помпу, оставьте ваш отзыв о ней в комментариях. Если вам понравился обзор, ставьте лайк, не понравился – дизлайк и до встречи на озере!